Теперь время на Меркурии сломано. Расколото легионам на бесчётной реальности. Наконец, прерывают молчание. Ну а канал Трипл Вайп в молчание и не уходил. Ловушка вексов нас не затянула. Так что я, Джонни Лейни, в этом ролике познакомлю тебя со всем новым, что нам рассказали разработчики на стриме с презентации сезона. Меня называют величайшим титаном в истории. Во-первых, сезон будет доступен всем владельцам годового пропуска Обители Теней. Он шёл в комплекте с делюкс-версией последнего дополнения. Тем, у кого не делюкс издания теней или куплено только дополнение отвергнутое или годовой пропуск отвергнутых, вам нужно будет приобрести новый сезон отдельно. За 1000 серебра внутри игры в магазине Эвервес. Ответил на самый животрепещущий вопрос. Странно, но до сих пор вопрос, что купить, а нужно ли покупать, это то, что звучит в комментариях из сезона в сезон. Теперь давай прервёмся на небольшую рекламу, а дальше уже, наконец, к сути. Страж. Если твоего времени не хватает, напарники подводят или их нет, а иметь экзоты, легендарки и триумфы очень хочется, советую хороший сайт двинг.нет. Любые квесты, пушки, триумфы, рейды и другую помощь ты можешь получить у ребят. Сайт работает давно, есть много отзывов клиентов и способов оплаты. Всё можешь проверить сам, а по коду Трипл Вайп действует 15% скидка на все услуги. Но если не разобрался или остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Ссылка будет в описании. Теперь назад к видео. Итак, основные сюжетные действия развернутся на Меркурии. Да-да, локация из дополнения Проклятия Осириса, самого провального в истории Destiny 2. Новый сезон, надеюсь, поправит недоразумение, раскроет историю Осириса и позволит, да, позволит передвигаться по Меркурии на Спэрол. Наконец-то! Из сюжета во-первых... Из сюжета, во-первых, подтвердили информацию о том, что в данный момент Сейнт-14 всё же мёртв. Нам предстоит воскресить его. Разработчики описывают Сейнта как очень доброго и сильного Титана, который попал в беду. Однако встречи с ним нам предстоит ждать до первого ресета нового сезона, 17 декабря. Тогда станет доступна новая сюжетная миссия по спасению. Предстоит ли нам встретиться, например, со Осирисом до этого момента, остаётся загадкой. Но пока что складывается ощущение, что нет. Как и говорилось ранее, Банжи стремятся перенести все достижения и действия игроков из одного сезона в другой, чтобы складывалась одна сюжетная линия. Действия игрока на протяжении одного сезона непременно отразятся на истории в следующем. Так, например, Стражи уничтожали Вечный Разум, Осирис изучал другие временные линии на Меркурии, а теперь мы объединим силы, чтобы противостоять новым угрозам. Разработчики активно следят за тем, как игроки реагируют на повествование в игре. Для Банжи настал момент, когда разработчики могут использовать персонажей из лора в повествовании. Пока так мало инфы об истории, давайте поговорим о геймплейных механиках, изменениях и нововведениях. Как мы знаем, глаз Владыки Врат, артефакт, что есть в инвентаре Стража сейчас, исчезнет с новым сезоном. На смену ему придёт новый, лампа Осириса. И у него, что логично, есть некоторые изменения работы. Особые патроны против воителей располагаются в первом столбце. В этом сезоне эти моды будут на пушки дальнего боя, луки, импульсные винтовки и винтовки разведчика. Улучшенные перки будут содержать не только заряжатели, но и другие виды перков. А из того, что показали по новым модам, есть три. Unstoppable Burst. Неудержимые патроны на импульсные винтовки. Пригодятся вам в высокоуровневых активностях ПВЕ. Anti-Barrier Ranger, антибарьерные патроны на луки, винтовки разведчика и импульсные винтовки. И Guardian Angel, шанс создать исцеляющие сферы при точных убийствах с винтовок разведчика. Снайперских винтовок, луков и линейно-плазменных винтовок. Кроме этих модов, о броне 2.0 толком ничего не говорили. Просто будут новые сезонные моды и всё. Без подробностей. Кроме сезонного артефакта, который как и всегда доступен всем игрокам вне зависимости от версии игры, разработчики напомнили о том, что со стартом нового сезона будут переработаны солнечные подклассы персонажей. Об изменениях мы рассказывали в предыдущих видео и в статье в группе ВКонтакте. Некоторые детали, кстати, показали ещё за день до стрима разработчиков. В трейлере. Например, возвращенную карту Ржавые Земли для ПВП. Пару новых экзотов, меня, например, дико заинтересовала вот эта арковая скаутка. Новую броню, которую можно будет получить только в этом сезоне. На мой взгляд, она тоже вполне себе. Последней частью стрима был рассказ разработчиков о новой активности. Солнечные часы. Выглядит это всё как паноптикум на минималках. Огромный механизм запускает игроков в какой-либо промежуток времени Меркурия. Прошлое, будущее, настоящее. В небольших залах игроков будут ждать вполне обычные стычки с мобами. У некоторых будут щиты, которые можно будет снять только с помощью реликов, которые падают из другого убитого моба. Ничего революционного. Боссы активности будут меняться каждую неделю. И да, это те самые три псиона из страйка первой части. Врагами будут, как всегда, кабал. К слову, активность, как и паноптикум, невозможно провалить. И да, на обычном уровне сложности присутствует матчмейкинг, который подберёт вам напарников. А на героическом уровне сложности нет. Как и в паноптикуме, активность будет состоять из нескольких этапов. После заполнения шкалы прогресса начнётся битва с боссом. Об этом не сказали на стриме, но игроков, разумеется, ждёт новая сезонная печать с триумфами. Половина из которых точно будет делаться в новой активности. Из ивентов нового сезона нас ждут новогодний рассвет, который начнётся 17 декабря и закончится 14 января. Железное знамя, первое пройдёт 24 декабря. И багряные дни, с 11 по 18 февраля 2020 года. Будет ли на этих ивентах новая броня или оружие, пока не уточняется. Кстати, об этом сезонные ритуальные пушки тоже пока не показали. Но это наверняка останется интригой до ближайшей статьи на этой неделе в Банже в четверг. А вот все награды нового сезонного пропуска уже можно посмотреть на сайте разработчиков. Например, экзотическую винтовку разведчика Симметрия игроки с делюксом получат сразу же, а бесплатники на 35 уровне. Полная дорожная карта сезона тоже доступна и на сайте, и у нас в группе, и вот на экране можешь скрин сделать, если совсем лениво. Но на этом пока всё. 10 числа узнаем, что нас ждёт. Так что, чтобы не пропустить все новости о грядущих изменениях и нововведениях, не забудь подписаться на канал, вступить в нашу группу ВКонтакте. Мы стараемся. Счастливо! Продолжение следует...